Ветер вьюга и снегопад. К счастью, неспокойная ночь выдалась относительно спокойной, только не для коммунальщиков. Сегодняшняя ночь, конечно, у нас было чуть-чуть жарковато. Как вы знаете, метель, буран, сверху снег шел. Альметьевск вновь засыпала снегом. Дорожники рассказали, как устраняли последствия разгула стихии и почитали, сколько снега вывезли на полигон с начала января. Страшные морозы, они остались без крыши над головой. Дом этой семьи уничтожил пожар, но это полбеды. На пожаре погиб старший сын. Детей берегите, одних не оставляйте. Семья пострадавших нуждается в помощи, поскольку жизнь приходится начинать с чистого листа. Отказалась от жизни в городе в пользу села. Мне нравится. Именно то, что нравится жить в деревне, то, что все свое. Например, для тех, кто хочет круто изменить жизнь, жительница Бавлов развивает личное подсобное хозяйство. Что помогает ей в этом? Традиции старого Нового года. Каждая начинка имеет свое значение. Трактовку, проясняющие предсказания. Совет для тех, кто еще не решил, как проведет старо-новогоднюю ночь. Как приготовить вареники с сюрпризом. Рецепт из Лениногорска. Это новости Юго-Востока. Здравствуйте. В студии Елена Золотарева. За неполные две недели Нового года погода подкинула несколько неприятных сюрпризов коммунальным службам. С начала января и на сегодняшнее утро из города на полигон отправилось 38 тысяч кубометров снега. Минувшая ночь внесла свой вклад. Метель с сильным ветром стала одной из тем для обсуждений, в том числе и среди наших подписчиков. Как жители встретили утро и как сегодня откапывали город из-под снега. Расскажем в сюжете. Как погодка? Погода замечательная. А никакого дискомфорта не почувствовали после ночной метели, например? Нет. Все хорошо. А наши подписчики в соцсетях отметили. Ого. Ничего себе. Вот это ветер. Морозы почти в минус 30 градусов, шквалистый ветер, метель. Дорожники первыми встречают капризы погоды. В ночь с 11 на 12 января на уборку Альметьевска от снега вышло 20 единиц техники и 6 человек. В дневную смену на дежурство вышло 25 единиц спецтехники и столько же человек, которые вручную очищали участки возле пешеходных переходов. И если к снегу специалисты ГУАДа уже привыкли, то другую проблему на форс-мажор не спишешь. Наибольший дискомфорт дорожникам доставляют оставленные хозяевами личные машины. Они занимают парковочные места и затрудняют подъезд спецтехники. И если по этим машинам еще можно определить их марку и модель, то по их ближайшему соседу уже с трудом. Единственное, что можно назвать, так это цвет. Из-под снега выглядывают серебристые детали кузова. Столкнуться с настоящим разгулом стихии дорожникам пришлось в конце ноября прошлого года. Тогда за одну ночь на Альметьевск обрушились чуть ли не рекордные 30 сантиметров осадков. ГУАД обслуживает 350 километров внутригородских дорог, 150 тротуаров и 18 километров велодорожек. Работают они в круглосуточном режиме. Кто еще мониторит обстановку на дорогах, так это автоинспекторы. Днем ранее сообщалось об ограничении загородного движения. В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта. А сегодня в 6.30 утра движение восстановили. К счастью, неспокойная из-за разгула стихии ночь прошла относительно спокойно и не отметилась ни происшествиями на дорогах, ни в населенных пунктах. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. Заинская прокуратура требует наказать коммунальные службы за травмы жителей на льду. 9 человек получили травму на неочищенной от наледи придомовой территории. Прокуратура провела проверку в управляющей компании, ответственной за эту территорию, и в результате установили, что управляющая компания не выполнила свои обязанности по очистке территории и тротуаров. В результате 9 человек получили травмы. Все пострадавшие обратились за помощью в Заинскую центральную районную больницу, руководителю управляющей компании направили представление с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных сотрудников к ответственности. В настоящее время акт находится на рассмотрении. В одном из прошлых выпусков мы рассказали о пожаре в селе Тайсуганово. Сгорел жилой дом. Семья, которая проживала там, осталась без крыши над головой, но самое страшное, что они потеряли старшего 32-летнего сына. Он не смог выбраться из горящего строения. Помощь пострадавшим оказывают неравнодушные жители, но нужно еще очень многое. Моя коллега Маргарита Трегубенко сегодня общалась с семьей. Еще совсем недавно это был дом Гафиятовых. Пожар унес не только имущество, но еще и жизнь их сына. На этом пепелище сложно что-либо найти или разглядеть. Но Анна Гафиятова, хозяйка дома, рассказывает, где и что находилась, будто бы видит, как вчера. Здесь была кухня, пристрой. Мы ее не смогли до конца доделать еще. Здесь был пол, потолок только. Здесь была комната девочек. Здесь комната сына. Здесь каких только игр не было. Но сгоревший дом не самое страшное горе в семье. Из этого пожара не смог выбраться старший сын Рустам. Младшего увезли в больницу с ожогами. О том, что брат погиб, он еще не знает. Рассказывая о детях, Анна не может сдержать материнских слез. Детей берегите, одних не оставляйте. Мой ребенок такой мягкий был, как рисовал, как художник. В тот день просил, мама, долго не задерживайся на работе. Трагедия случилась утром 10 января. На часах было около семи. До приезда пожарных соседи и глава пытались обезопасить ближайшие дома и потушить огонь своими силами. Дом сгорел полностью. У пострадавших не осталось ничего. Речь не только об одежде, но и о документах. Не осталось даже ни одной фотографии погибшего сына. После трагедии глава поселения вместе с жителями пришли на помощь. Нашли пустующий дом с отоплением. Соседи приносили одежду, технику, продукты, белье. В настоящее время из резервного фонда сельского поселения у нас была резервная квартира, двухкомнатная квартира на квартирном доме по улице Солохутинова, 31. В настоящее время руководство ЖКХ и руководство исполкома совместно решили отремонтировать существующую вот эту квартиру. Там нужно поменять отопление и частично воду, канализацию восстановить. И где-то в течение месяца-полтора мы заселим их уже в эту двухкомнатную квартиру. Пострадавшим оказывают помощь неравнодушные жители. Несмотря на то, что всем необходимым стараются обеспечить, семья переживает сложное время. И самое сложное еще впереди. Ведь жизнь после пожара родным приходится начинать с чистого листа. Помочь Погорельцам можно, отправив перевод по номеру телефона 8-939-343-9177. На имя Гафиятов Ульфат Зуфарович. Главе поселения большое спасибо. Очень помог. Помог всем, чем смогу и продуктами. До сих пор помогает. Дай Бог здоровья. Мне за всю жизнь никто так не помогал. Спасибо большое. И жителям села спасибо. Всем. Вещи, одежду, вплоть до картошки все привезли. Спасибо вам. И еще о похожей трагедии. В Лениногорском районе в результате пожара погиб мужчина. Трагедия произошла вечером 11 января в селе Дурасово. Пожарные службы, прибыв на место происшествия, увидели горящую одноэтажную хозяйственную постройку, обшитую металлическим профлистом с электрификацией и печным отоплением. Эту информацию передает ГУМЧС. Сотрудникам пожарной службы удалось потушить открытое горение, которое охватило площадь 18 квадратных метров. В процессе разбора обгоревших конструкций обнаружили тело мужчины с 60-го года рождения. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Вольметьевские родные продолжают искать мужчину, который пропал 28 ноября прошлого года. Второй месяц ведутся поиски. 36-летний житель Ольметьевска отправился на заработки в город Новокуйбышевск Самарской области. С 28 ноября его местонахождение неизвестно. Приметы – рост 157 см, нормальное телосложение, волосы светлорусые, глаза карие. Предположительно, был одет в черную куртку, темно-синюю футболку, синие джинсы и черные кроссовки. Если вам что-то известно о нахождении пропавшего, просим обратиться по указанным телефонам. Жизнь в сельской местности имеет множество преимуществ. Так считает героиня нашего следующего сюжета – жительница Бавлинского района Марина Евсеева. Несколько лет назад она переехала в село Покровский Урустамак из города и занялась личным подсобным хозяйством. Как наши героини получают хороший доход от своего личного подсобного хозяйства и какую помощь получают от государства – расскажем далее. Марина работает бухгалтером в местном крестьянско-фермерском хозяйстве. Вернувшись на обед, она спешит к своим коровам. Животных в это время важно напоить. В тепле его надо содержать. Кормить хорошо. Я выращиваю тыкву, свеклу, всю зиму кормлю. Своя свежая подкормка получается. Фураж, сено. По словам хозяйки, рабочий день у нее начинается рано. Нужно не только покормить скот, но и переработать полученное молоко. Утром я встаю в 4 утра, до полседьмого я в сарае. У меня еще куры есть. Кур много. Потом в полседьмого захожу домой, переодеваюсь, на работу ухожу. В обед прихожу, пою, кормлю. На работу ухожу, вечером прихожу. Опять в сарай до полдевятого. Весь день вокруг них вертится. Еще то, что зима – 20-25 литров в день. Летом хорошо, конечно. Летом 40 литров в день и больше бывает. Благодаря государственной поддержке Марине удалось построить дом. Также по программе «Устойчивое развитие личных подсобных хозяйств Болинского района» ей перед Новым годом вручили сертификат на получение доильного аппарата. Мне нравится. Именно то, что нравится жить в деревне. То, что все свое. С помощью субсидий построила новый дом. Опять-таки субсидию дали аппарат, подарили на коровушек. Дай Бог, планирую построить хороший теплый сарай. Многочисленные заботы в хозяйстве вовсе не пугают Марину. Женщина строит большие планы на будущее и доказывает другим, что сельская жизнь намного лучше. Индир Сайфулина, Булат Минязов. Новости Юго-Востока. Новости Юго-Востока. Водок грозит семейной паре. Их обвиняют в сбытии наркотиков. Традиции Старого Нового Года. Совет для тех, кто еще не решил, как проведет Старую Новогоднюю ночь. Как приготовить вареники с сюрпризом. Рецепт из Лениногорска. Глава Бавлинского района встретился с военнослужащим, который приехал в двухнедельный отпуск. Говорили о службе воевых буднях. Военные поблагодарил руководство района и бавлинцев за поддержку моральную и гуманитарную. Встретили горячо, отлично, радостно. Конечно, все ждут, переживают. Скажите, пожалуйста, как там служба, как ребята, вообще как настрой у ребят? Да в целом все хорошо, все нормально. Так, настрой тоже уж нормально. Боец отдельно говорил про письма детей. Он сказал, что в них ощущает частицу тепла родного дома. Во время отпуска он общается с родными, помогает семье и вскоре отправится на место несения службы. Желание избавиться от долгов и поправить материальное положение привели супругов на скамью подсудимых. До 20 лет лишения свободы может грозить семейной паре. Их обвиняют в сбыте наркотиков. Следствие насчитало в общей сложности 12 эпизодов преступления. На процессе в Альметьевском городском суде побывал наш корреспондент. Накладки были примерно 1, 1, 2 и 2. Если я не ошибаюсь, там было 39 адресов. Из всех адресов были однажды изъявили 10. В списке обвинений у семейной пары в общей сложности 24 эпизода, по 12 на человека. Касаются они статьи 228.1, преимущественно 4 части пункта Г. То есть сбыт наркотиков в крупном размере. Действующее законодательство рассматривает это как особо тяжкое преступление. И максимальное наказание предусмотрело соответствующее. До 20 лет лишения свободы. За первые полгода 2023-го альметьевские правоохранители изъяли из незаконного оборота без малого килограмм наркотиков. К концу года эта цифра приблизилась к 3 килограммам. В общей сложности оперативниками наркоконтроля привлечено к ответственности 68 незаконопослушных граждан по сотне эпизодов преступлений. И семейные пары в их работе явление скорее обыденное, нежели из ряда вон выходящее. Живут вместе семейные пары. Допустим, сошлись по интересам. И как заработаем денег? Вот. Самый легкий способ это устроиться в магазин закладчикам. Случай этой семьи тоже за гранью общей статистики не вышел. Молодые люди захотели поправить семейный бюджет и избавиться от долгов. Ничего лучшего, чем устроиться в наркошоп закладчиками, им в голову не пришло. Но правоохранители отдают им должное. Супруги во всем признались и поспособствовали ходу расследования. Не стали отрицать произошедшее они и в ходе процесса. В списке вмененных в вину супругам преступлений есть проходящие, как статья 228.1, часть 3, пункты А и Б, с уточнением покушения на совершение. То есть сбыт наркотиков в составе группы лиц по предварительному сговору в значительном размере. Что подтверждает и статистика правоохранителей. То есть они живут вместе, работают вместе, ездят вместе. В принципе ничего сложного делать не надо. То есть они как бы по городам ездят, путешествуют. То есть из-за этого семейные пары часто попадаются. Участники процесса успели опросить всех явившихся свидетелей. А на одном из следующих заседаний стороны перейдут к прене. А пока суд взял перерыв. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. В республике появился новый вид мошенничества. Аферисты выдают себя за имамов. Такое предупреждение сделало Духовное управление мусульман. Пишут, что мошенники выдают себя за имамов мечети и оказывают лжеуслуги. В связи с этим верующим советуют обращаться за консультацией по вопросам шариата и совершать религиозные обряды только у официальных имамов. Документ, который подтверждает это, выдается религиозным деятелям по результатам прохождения аттестации на соответствующие занимаемые должности. Ответить на все вопросы также могут по телефону колл-центра, его номер 8 800 222 76 67. Также задать вопросы, высказаться и оставить свои комментарии можно на официальных страницах Духовного управления мусульман республики в социальных сетях. В Заянском детском саду «Березка» есть свой музей. Он небольшой по площади, но это не уменьшает ценности его экспонатов. Фотографии, бассинки, кухонные утвари и другие предметы быта удивляют современных детей. На экскурсии побывала моя коллега Елена Маврина. Своё начало музей в детском саду «Березка» получил ещё в старом здании на улице Орджоникидзе. Его создала воспитатель детского сада Людмила Галимова. Сегодняшнее руководство детского сада осталось верными традиции и продолжили это доброе начинание. Музей воплощает в детях, воспитывает патриотизм, чувство толерантности, чувство доброты, заботы. Действительно, без прошлого нет будущего. И только мы, воспитатели и педагоги, можем в детях вот это всё рассказать, передать им, чтобы они передавали из поколения в поколение. Так получилось, что с годами, а это один из старейших детских садов города, копились предметы быта, фотографии, всё это требовало бережного отношения. Коллектив детского сада выделил две небольших комнаты и решил собрать всё в одном месте. Для детишек здесь открывается целый мир. Это венчик по-другому, это взбивали молоко и сметану и в масло превращали. А сейчас у нас у всех есть электрические миксеры. Дети удивляются, что неужели эти наши бабушки и дедушки пользовались. Я говорю, конечно, ребята, как же это было, всё это тяжело, и всё это было сделано из чистого дерева. Одно из помещений отдали под исторические экспонаты. Это предметы быта, которые показывают, как жили люди десятилетия назад. Во втором отделении устроены выставки боевой славы и хранятся фотоальбомы из истории детского сада, которые передала музею семья Ольги Егоровой, которая являлась долгие годы музыкальным руководителем детского сада, а потом много лет его возглавляла. Сейчас музей посещают дети на занятиях, где воочию знакомятся с историей своего города. Елена Маврин, Александр Тимофеев, Максим Майоров. Новости Юго-Востока. В Ольгенте 13 января пройдёт встреча с олимпийским чемпионом по баскетболу, автором золотого паса Иваном Едешко. На встрече можно будет сфотографироваться, пообщаться с легендарным спортсменом. Также запланирован просмотр фильма «Движение вверх», который снят по мотивам реальных событий и рассказывает о победе сборной СССР над сборной США в финальном матче мужского баскетбольного турнира 20-х летних Олимпийских игр в Мюнхене. Встреча состоится на площадке общественного центра «Алмед». Для участия нужна регистрация. Старый Новый год – это неофициальный, но любимый многими праздник. Он отмечается в ночь с 13 на 14 января. И как у любого торжества, у него есть свои традиции и приметы. Некоторые из них довольно экзотические. О таком мы и расскажем в следующем сюжете. И в 2024 году люди продолжают отмечать Старый Новый год. Традиции и приметы торжества во многом повторяют те, которые соблюдают, празднуя Новый год. Но есть среди них и довольно экзотические. К примеру, лепить вареники сюрпризами. Обычай начали соблюдать ещё на Руси. Это было одно из главных блюд праздничного стола. Рецепт стандартный. Просеять муку, влить воду, добавить соль с растительным маслом и хорошенько замешать тесто. Затем самое главное – начинка. Использовать можно всё – мясо, творожную массу, ягоды и даже несъедобные предметы. Каждая начинка имеет своё значение. Трактовку – проясняющее предсказание. К примеру, кольцо к бракосочетанию. Главное – лепить вареники аккуратно, чтобы начинки видно не было. Верить или не верить значению сюрпризов в варениках на Старый Новый год – дело индивидуальное. Ясно одно – это отличный повод собраться всей семьёй и весело провести время. Возможно, и в вашей семье это необычное праздничное блюдо станет доброй традицией. Вареники с предсказаниями на Старый Новый год – это в нашей семье уже традиция. Не знаю, совпадение или нет, но в прошлом году моей сестрёнке попался вареник с фасолью. И это к пополнению. И в этом году я уже стала тётей. Нагадаем себе что-нибудь хорошее на 2024 год. Марина Алтунина, Роман Богатов, Новости Юго-Востока. На сегодня у нас всё. Если смотрите выпуск в интернете, пишите в комментариях, есть ли в вашей семье традиции Старого Нового года. И, конечно, делитесь пожеланиями к выпуску. Новостями – это сделает нашу работу лучше. На этом прощаюсь с вами. До скорого. Новости Юго-Востока.